Всем привет, девочки! Начинаю новый влог. Получила я посылочку и хочу вам быстренько сейчас показать, что я получила. Два комплекта постельного белья. И на этот раз я заказала сатин жаккарт. Один вот такого цвета. Это цвет как сушеная роза. А другой цвет чисто белый. Один комплект я заказала для себя. Белый заберу домой. А вот этот розовый я решила подарить дочке. Она любит сатин. Но я хочу его развернуть, посмотреть, пощупать. Вот такая вот наволочка. Вот здесь две наволочки. И очень хорошо. Наволочки как раз 50 на 70. Тот размер, который нужен. Классно. Это стопроцентный хлопок. Но, кстати говоря, Я вам говорила как-то уже, да, Что я люблю бязь. Но тут я решила все-таки попробовать сатин. Потому что я у дочки вижу сатин. В общем-то неплохая ткань. Но для меня самое главное, Чтобы это была ткань натуральная, Чтобы это был стопроцентный хлопок. И не люблю я еще, знаете, Когда гладкая ткань, Вот как шелк. Я съезжаю что-то с нее. В общем, короче говоря, Заказали вот такой вот. Он как в полосочку, смотрите, ткань. Видите, такая. Вот. И симпатичный материал. Приятная ткань на ощупь. Посмотрим сейчас швы. Очень хорошие. Прошиты очень аккуратно все шовчики. И расцветочка прекрасная. И размерчик хороший. И на ощупь. Приятненько. Классно. Так, сейчас я посмотрю. В общем, здесь две наволочки в комплекте. Мы заказывали. В общем, самое главное, Мне нравится, что наволочки это 50 на 70. Это уже здорово. Простынь и пододеяльник нужно развернуть. Но мы заказывали размер евро. То есть, побольше, чтобы это было. На двуспальную кровать. Но евро это как бы побольше размер. И сейчас я хочу это застелить. Здесь дочкин комплект. И посмотреть, как он будет. Какого он размера. И как он ляжет. Как он будет смотреться. Вообще цвет. Кстати говоря, вы видите. Даже подходит к моему платьюшку. Вот этому. Мне этот цвет нравится. Приятный. А еще что хочу сказать, девочки. Каждый комплект. Вот он вот так закомплектован. Укомплектован. Упакован, скорее всего. В таком пакетике с ручкой. И поэтому даже вот такой комплектик можно подарить кому-нибудь. На подарок взять. Вот такой вот он. Такой вот еще девочкой. Ну, ссылочку на этот сайт я оставлю внизу. И на эти два комплекта ссылочку оставлю внизу. Заходите, смотрите. И если вам там что-то понравится, можете тоже себе заказать вот такие вот комплекты постельного белья. Постелила, девочки. Смотрите, как симпатично смотрится эта постелька. Вот. И мне она очень-очень... Мне очень нравится эта ткань. Я прямо даже не ожидала, что сатин настолько приятный и вообще классный. Ну, все. Значит, я буду теперь сатин иногда заказывать себе. Кстати, это размер евро. И вот он хорошо подошел. Простыни заворачиваются. У нас двуспальная. У нас метр шестьдесят идет ширина на этом матрасе. И, в общем, все очень шикарно. Очень шикарно. И вот пятьдесят на семьдесят прямо в точку попали подушки. Под одеяльничек такой простынь. Классно. Все. Проходите, девочки, по ссылочке. И выбирайте себе постелечку. Вот такую симпатичную. Там есть еще другие цвета разные. Ну, вот мы максимально подготовились. В общем-то, комнату совсем опустошили. И я тут уже приготовила совок, мешочек для мусора, если что. Картонки нам сказали, можно приготовить, положить. И, в общем, сейчас уже должен скоро подойти мастер. И вот он будет штробить у нас оттуда сверху. Здесь сплит будет висеть. И по над стенкой, по над стенкой, под окно. И вот там будет выводить этот канал, кабель, который для сплита. А сплит, который будет у нас на кухне, будет отверстие делать через вот эту стену. И тоже вот так вот под стеной будет проводить. Но это он будет утапливать. Он будет канал пробивать и утапливать, чтобы здесь этого кабеля не было видно. И тоже будет выводить под окно. Вот, ну, в общем-то, жду. Скоро он появится. Ну вот, у нас тут просверлили дырочку и заклеили таким малярным скотчем. Вот, стремяночка стоит. Ну, в общем-то, я вам хочу сказать, он приклеил кулечек такой вот на стену. И там сыпалось все это дело в кулечек. Поэтому у нас тут, в общем-то, да, мусора даже как бы и нет. Чуть-чуть, немножечко пыли. А звук у нас, кстати говоря, даже не такой громкий сейчас, вот как был, когда штробили у соседей. Или такой же. Или такой же звук, не знаю. Мне кажется, тише у нас даже. Девочки, у нас работают в той комнате. Ну, вот там начало, смотрю, выдувать как бы немножечко пыль. И я положила мокрые тряпки, полотенце, в общем-то, что могло. Мокрое вот по порогам положила, чтобы пыль уже в те места немножко не залетала. Ну, тут как бы есть немножко пыли, но немного. Они там окно открыли, и поэтому и работают. Мы тут понакрывали все пленочкой. В общем, вот так. Что происходит? Что происходит? Что-то лезет из стены. Какая-то труба. К нам крадутся через стену. Конечно, чтобы мы не сквозили, мы ничего все сделали. Здесь я тоже провод нарисовала, но так же, как и на пыль. Мы все поднимали в мокрой, и мешки тяжелые вам будут забрали. А провод вообще... А, он как-то в стене должен быть, да? Да, он берет в стену. Да, он устранит вот электрик в стену. Ну, добрый, по-моему, на мере. Ну, все. О, и туда все будет. Ну, хорошо. Казахарные подойдут. Казахарные подойдут. И что сделали? А что это у нас, кстати, реально? А, они тут какие-то эти, посмотрели. А, он же шеет. Это у нас сворачивали линолеум наполовину, потому что они тут своих козлов ставили. Ну, козлы вот эти. Так они еще, главное, забрали мусор. Два мешка мусора было. Молодцы какие ребята, забрали. Так тут чисто еще так сравнительно. Прям чуть-чуть пыли немножечко было. Ну, они с открытым окном работали. Как вы думаете, что я сейчас собираюсь сделать? Мне в руки попался рецепт антисептика. Вот у нас уже антисептик закончился. Вот был в таком пузырьке. Этот пузырек, как спрей, да? Здесь миллилитров сто помещается. Ну, вот он уже практически пустой. Там вот на донышке осталось. И вот мне попался такой рецепт. Дочка в аптеке взяла. Это этиловый спирт, перекись водорода и глицерин. У меня рецепт записан как на 900 миллилитров. Там идет спирта 833 миллилитра, 42 миллилитра. Перекись водорода 15 миллилитров, глицерин. Но я сделаю сейчас небольшую порцию, чтобы сюда поместилось. И поэтому я все это делю на 10. Поэтому я беру спирта 83,3 миллилитра. Если у кого-то есть шприц, можно шприцом это все отмерить. Но у меня шприца нет. Есть вот такая вот мерная трубочка. Это от детского лекарства. Ну, здесь по 5 миллилитров. Мне придется, конечно, подольше это сейчас набирать. Ну, буду этим сейчас заниматься. Буду отсчитывать по 5. Это 10. 80 миллилитров я туда уже слила. И вот сейчас еще получается 3,3. 83,3. Вот. Так, спирта я отстегнула. То есть вот осталось у меня тут бутылочки 17 миллилитров. Это спирт. Кстати, если спирта тетилового не будет, можно спирт... Я думаю, наверное, любой спирт можно. Главное, что там есть градусы. И все. Ну, в аптеке можно спросить, для чего берете, вам подскажут. Так, теперь если 42 на 10 разделить, будет 4,2. Значит, 4 миллилитра перекиси водорода. И с небольшим хвостиком. Так, неудобно набирать. Над умывальником сейчас наберу. Ну, вот, перекиси набрала я. Ну, чуть меньше 4,5 миллилитров. Тоже туда отправляем. Так, и у нас 15 миллилитров на 10 разделить. Получается 1,5. 1,5 глицерина. Так, наголовато я набрала. Вот, 1,5 глицерина. Все по рецепту выдержали. Ну, это все я вымою, хорошенечко. Так, и теперь, вот это я сболтаю сейчас. И оденем вот эту крышку. Так, пузырьки позакрываем. Это нам еще пригодится. Кстати, девочки, у кого нет, допустим, вот такого спрыльчика, смотрите, ну, он здесь мелко очень брызгает, да? А, колпачок уже снят. Сейчас попробую на руку. О, чем пахнет. Да, в принципе, он-то и пахнет тем, чем и этот антисептик должен пахнуть. Ну, в основном, спиртозапах. Вот. Ну, глицерин, я так поняла, для смягчения рук. Я не знаю, перекись там тоже какую-то роль играет. Ну, спирт, это и есть спирт. Все обеззараживает. Кстати, водка не подходит, потому что там очень мало градусов. Они не убивают бактерии вот эти вот. И вот я еще поставила вам показать. Вот видите, я брала как-то в Фаберлике. Вот и спрей антистатик. Вот такие вот пузырьки бывают. Тоже здесь мелкая такая пшикалка. Вот, точно так же пшикает. Можно использовать такую. Или просто, знаете, вот есть краска для волос, если там такая вот, с таким вот носиком. В общем, любой можно флакончик придумать и все. Ну, в общем, вот я пополнила. Дочка с собой носит, потому что она выходит в магазин. Я-то не выхожу из дома, но ей вот это нужно с собой. Так что теперь вот такая штука будет. И, в общем, вы тоже это можете сделать самостоятельно. Девочки, я решила еще раз показать вам, как нам проложили кабель. В общем, здесь вывели и на стене начертили, где у нас будет висеть сплит. И даже начертили, где нужно будет электрику прокладывать провод. Потому что провод будет электрический идти через верх. Потом у нас завтра должен прийти электрик. И он тоже будет здесь уже штабить и утапливать провода, менять электрику всю, все провода, проводку. Потом уже штукатуров позовем, чтобы нам вот это все замазали. Это все будет скрыто. Вот этот кабель, он будет скрыт. И, кстати говоря, ребята тут все запенили, ничего не дуют. Все аккуратно сделали, за собой убрали. В общем, молодцы. Ну и очень хорошо, и прекрасно. Ну, на другой стене то же самое. Только у нас сплит, который будет висеть на кухне, кабель будет выходить через эту комнату, также понад стеночкой, и тоже будет уже выходить за окно. И за окном будут уже тогда два висеть вот этих вот, как они называются, ну, штуковины, которые на кранштейне мешаются. Ну, вы меня поняли, да? Вот. Ну, а завтра уже придет электрик, и дочка будет снимать, как он будет все это делать. Она уже в своем влоге выложит вам уже работу электрика. А я сейчас хочу это свое видео закончить, и поскорее вам его выложить, чтобы вы могли сделать сами антисептик, потому что его уже в магазинах нигде давно нету, антисептика. Но своими руками сделать его можно, пока в аптеке еще можно купить, ну, спирт. И, в общем, кстати, у кого есть самогон, там, если вот градусов сколько, ну, не меньше 70, по-моему, не меньше 70 градусов, да? И можно будет тоже сделать. Ну, самогоном, правда, будем вонять. Но я думаю, русский народ у нас не пропадет. Голь на выдумке хитра, как говорится, это всегда у нас. Это говорили еще испокон веков. Наша страна закаленная в трудностях, и это не первая трудность, с которой мы сталкиваемся. Поэтому, я думаю, народ наш русский выгрудится. Мне не нравится здесь эхо. Перейду в ванну и закончу свою мысль. Вот, здесь лучше свет и лучше звук. А то я в пустой комнате, как эхо, мне ж не по себе говорить. Вот, ну и что я хотела сказать? Голь на выдумке хитра, да? Наша страна вообще закаленная в разных трудностях. И я, например, помню вот эта перестройка, которую, ну, трудность, вот это уже, как говорится, моя молодость засталась. И все 90-е годы, это не один год, трудность мы пережили. И было нечего кушать. И, в общем, ели мы постные супчики, перекручивались, выкручивались, но, тем не менее, не пропали. Ну, и остальные там наши разные, там то инфляция, то санкция, то дефолт, то еще какая-то вот фигня была. Да, у нас в стране. И, тем не менее, мы выкрутились, и, тем не менее, мы все это пережили. И все это переживем еще. Вот. А что касается того, что нету масок, вот я уже дочке говорю, но раньше в стране вот таких одноразовых масок их просто не было вообще в помине. Просто брали марлю или брали широкий бинт. Можно взять, сложить его там 6-8 слоев и сшить веревочки. Ну, вот сложили вот так, да, веревочку, сшили там, чтобы сзади завязать. И внизу также веревочки две завязывали сзади. При том, что эти повязки многоразовые, ее можно заменить через каждые 2 часа. Сшите несколько повязок. Меняйте, пожалуйста, через 2 часа. Раз, допустим, уже 2 часа поносили, в кулечек сложили. Домой пришли, раз там в какую-нибудь кастрюлю. Поварили, покипятили. Потом можно утюгом это все еще пригладить. Все это продезинфицируется. И можно использовать ее долго, там на протяжении нескольких месяцев. И в крайнем случае, если нужны будут маски, а их нигде нет, и такая маска сойдет. Я думаю, она поможет, если что. Ну, а на этом, девочки, я хочу видео свое закончить, чтобы быстренько его смонтировать, чтобы оно не было слишком длинным, и чтобы оно быстрее до вас дошло, и вы могли сделать тоже вот такой антисептик, который сделала я. Ну, а кому мое видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан, и до новых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok